Глядя на часы, могу сообщить с огромным удовольствием, что уже половина девятого и в это время нас обычно посещают приятные гости. Сегодня это человек компетентный в вопросах, касающихся фэн-шуй. Ольга Петровна Емельяна, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга Петровна, доброе утро. Я советую сейчас всем форумчанам активизироваться, потому что Ольге Петровне надо задавать конкретные вопросы с конкретным поставленным заданием. Мы уже с Ладосом все переспросили про свой дом. Практически все. Единственное, как нам, обывателям, людям, которые не знают, что такое вообще фэн-шуй, как вы могли бы описать, что это такое? В переводе это ветер-вода. Фэн-шуй зародился по одним данным 4000 лет назад, по другим данным это 2006 год. Ну, в любом случае, древние искусства. Да, это династия Балахань и был ландшафтный дизайн и ландшафтный фэн-шуй. А, вот так. Слушайте, а вот мне всегда было интересно. Вот дома есть такие места, куда стоит ставить кровать, допустим, в спальне. Стоит ставить куда-то стол письменный. Как называются вот эти места? Это нужно смотреть и считать по вашему дню рождения. То есть, либо западный человек, либо восточный человек. Я знаю, что есть зоны, допустим, карьерного роста, зоны еще чего-то. Вот где они находятся непосредственно? Зона карьеры – это север. Это относится к воде. И поэтому для усиления зоны карьеры можно повесить там либо занавески на окно Габубы, либо какую-то такую картину с водой. Не водопад. Почему водопад? Водопад, если большой, это опасно. Но тут, я знаю, есть важная вещь, да, не перепутать зону карьеры и зону денег, потому что тут совершенно другие проблемы. То есть, водопад может смыть. Да, зона карьеры – это чисто север. А вот вы сказали повесить занавески цвета голубого, да? То есть, цвет влияет тоже? Конечно. Голубой цвет – цвет воды. Зеленый – что такое свойство воды утекать? Зеленый цвет – это цвет дерева. Это зона из дерева. То есть, роста. Да, это роста, это наше благосостояние зависит от зоны богатства, зоны роста. Слушайте, то есть, надо мне поставить… Это идёт, это восток. Восток? Юго-восток. Ольга Петровна, хотела ещё спросить, в нашем сюжете прозвучало такое, которое вот, когда дизайнеры говорили о фэн-шуе, да, они говорили, что совместить это с современным дизайном не представляется возможным. Что просто вот, ну, невозможно поставить кровать в центре, если квартира, комната маленькая. Вот как вы ответите ему? Интересный факт такой был, в Германии созданы специальные кровати, они круглые. А, то есть, можно ставить где угодно? Да. Даже в центре комнаты поставили? А вообще правильно, где поставить действительно кровать, если дело идёт про спальню? Это зависит вот, надо считать, день рождения и… То есть, не обязательно в центре. Вот, кстати, смотрите, друзья мои, я где-то слышал, что люди говорят, что неважно, какая у вас квартира, вот у вас, пожалуйста, вот так вот поставили, да, здесь юг, здесь север. Да. Правила, правила, правила меняются, то есть, они не одни для всех. Для каждого человека они как-то корректируются, да? Индивидуально. Вот это самый главный вопрос, который я хотел сегодня решить. Спасибо огромное, я удовлетворён. Подожди ещё, спасибо, говорите рано, до свидания. Я даже за это вопрос. Я предлагаю прямо сейчас перейти к опросу, потому что мне интересно узнать, что же люди, которые ходят по улицам, вообще знают про фэн-шуй. Фэн-шуя? Нет, пожалуйста. Дома растения держать. Честно, фэн-шуя мне увлекать, по-тиху не скажу. Я не знаю. Нет. Не спать ногами к двери. Ты знаете, я как-то не увлекаюсь особо, я почему-то не особо верю просто. Больше не знаю. Красить ногти разными цветами. Ну, это гармония души и тела. Не скажу. Я не знаю. Ну, так можно ради прикола сказать, что кровать не по фэн-шуй стоит. Связан с Апонией. Ну, по-японски. А не знаю, что такое. Не скажу. Вот, чего не могу, того не могу. Фэн-шуй, ну, это какой-то такой мужчина, который, ну, у него такая политика, делать всё правильно. А у нас в гостях специалист, дипломированный специалист по фэн-шуй. Зовут её Ольга Петровна Емельянова. Ещё раз доброе утро, Ольга Петровна. Доброе утро. Важная информация от Ольги Петровны сейчас. Слушайте, во-первых, я вот как-то не особо схватил информацию. Вы дипломированный специалист. А где учат-то всему этому? Откуда диплом? Консультант. Консультант. Да, да. А где можно научиться? Первая учёба проходила здесь. В Болгарии? Да, приезжала в Астер фэн-шуй. А когда вы заинтересовались фэн-шуйом? Очень давно. А вот уже сертификат получила в 2003 году. Ну, довольно-таки да. Откуда вот вы услышали тогда очень давно про фэн-шуй? И почему вам стало это интересно? У меня на день рождения, мне на день рождения дочь подарила книгу о фэн-шуй. То есть вы прочитали и заболели, так сказать? Да, потому что я занималась китайской медициной, и мне было это близко. Вот как! Слушайте, а вот китайская медицина. Если брать, я знаю, там иглоукалывание, да, ещё что-то. Расскажите, как надо лечиться вот по правилам фэн-шуй? И вообще можно ли совместить фэн-шуй и медицину? Ну, конечно, почему фэн-шуй тоже влияет на здоровье? Потому что есть такие аспекты там и идут. И, так скажем, правильное питание, и правильная обстановка. Если вы сидите за столом, чтобы это был красиво накрытый стол. Чтобы были фрукты. Чтобы на стене в кухне желательно фрукты. Либо положить в вазу апельсины. И если там зеркало есть, поставить к зеркалу. Это считается удвоение идёт. И апельсины как монетки. Ты понял, что у нас тут? Почему? У нас всё хорошо. У нас просто всё похуншует. Я предлагаю вам здесь снимать какие-нибудь программы такие кухонные. Вы знаете, о чём я ещё недавно узнал? Вот буквально сегодня. Есть продукты огня, земли, металла и воды. Да. А как-то совмещать всё это тоже можно? Или это неправильно? Конечно. Если человек, ещё конституция тела человека, если он горячий вот такой. Вот такой, как я. Есть, да. Или лето это вот. То можно продуктами охлаждать. Очень холодная это вот морская капуста, зелёная фасоль. Да, да, да. Где-то я такое слышал, что… Да, да. То есть тебя загасить немножко надо. Можно немножко мне капусточкой вот так обложить. И полезненько будет и поесть, и даже маски делать. Согласен. Евгения, есть ли у вас ещё какие-то вопросы? Я же знаю, что у вас томится какой-нибудь вопрос. Нет, вы знаете, меня просто заинтересовала одна вещь. Мы вот с Ольгой Петровной об этом долго разговаривали. По поводу того, что она занимается фэн-шуем не только квартиры, но и, как правило, часто к ней обращаются те люди, которые занимаются бизнесом, для того, чтобы у них на торговой площади или в их в офисе как-то был наведён порядок. Это действительно так обращаются бизнесмены? Да, 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 да. Делала проекты фэн-шуй. И торговых мест, и офисных мест, и большой фирмы. И как часто обращаются люди? Ну, я не сказала бы, что очень часто. Вообще очень хорошо в Санкт-Петербурге развит фэн-шуй. Там и дома строят. Ну, ещё бы. Где же ещё? У нас пока зарождается. Там даже администрация поддерживает их. Даже администрация? Да. Слушайте, ну надо популяризировать сие понятия у нас тоже. В администрацию сразу давайте занесём какое-нибудь дерево денежное. И всё. Можете какие-то примеры рассказать из тех бизнес-проектов, скажем так, которыми вы занимались, которые вы лечили? Ну, был у меня такой случай. Пригласили делать фэн-шуй парикмахерское. До этого там поработали дизайнеры. Дизайнерские работы мне очень не понравились. Потому что окно одно было парикмахерское, оно выходило на север. Север – это уже север, это уже… Ну, и карьерный рост, и всё. Но было очень много голубого цвета. То есть вода. Цвет как для денег, насколько мы узнали. Свойство воды – это утекать. И вот там очень много было выкрашено в голубой цвет. Потом квадраты под зеркалами чёрные. Чёрный цвет – это тоже вода. Я сказала, если вот здесь не сделать ремонт после дизайнеров, то долго вы не просуществуете. А окна вообще, получается, куда должны выходить? В той же парикмахерской? На какую сторону? Юг, север, восток, запад? Ну, в любую сторону. Но надо придерживаться именно того, что какая-то зона. Либо зона дерева, либо зона воды. И оттенять, допустим, цветом, да? Или какими-то аспектами других. Допустим, да. Если ваза там какая-то керамическая, это что это? Это уже идёт земля. То есть, изи. То есть, каждую зону нужно поддерживать нужным цветом или предметом? Я уже поняла. Предметом, да. Вот так правильно. Слушайте, ну вот сейчас всё понял. Вот сейчас до меня дошло. Дошло, да. Слава богу, слушайте, разобрался. Ольга Петровна, а у вас дома всё по фэн-шуй? Да, стараемся делать всё по фэн-шуй. Это сложно. Вот по вашим наблюдениям вообще это сложно делать? Нет. Где кому делала, то есть они загораются, у них такой энтузиазм. Они действительно хорошо делают, им это нравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА